Ребенок может и должен быть услышан. Самые активные и инициативные представители школьного сообщества из детского общественного совета и областной ученической коллегии встретились на совместном заседании, чтобы обсудить конвенцию ООН о правах детей и высказать свое мнение. За кафедрой взрослые, которые доверяют школьникам принимать серьезные решения. Вам очень тяжело, когда приходится принимать решение, если это решение идет в разрез, может быть, мнение классного руководителя или же руководства школы. И это тоже нравственный, очень тяжелый выбор, который делает каждый из вас. Международный правовой документ Конвенция ООН гласит, каждый ребенок имеет право обсуждать вопросы, касающиеся его жизни. Например, решать проблемы в школе, высказывать свое мнение о дорожном движении, во всеуслышание говорить о проблемах в семье. Принцип Конвенции гласит, что каждый ребенок должен быть услышан. То есть каждому ребенку нужно дать возможность высказаться, узнать его мнение и только в обсуждении с детьми в том числе принимать какие-то решения. Просвещение, мнение, инициатива – три формы выражения детской точки зрения. На заседание используют все. Активисты областной ученической коллегии из каждого муниципалитета подготовили вопросы для представителей власти и смогут их задать спикеру областной думы Виктору Смирнову и депутату регионального парламента Владимиру Гришину. Темы разные – бюджет, ПДД, детский отдых. А вот цензуры никакой. Я бы хотела задать вопрос о, например, курении на остановках общественного транспорта, потому что, ну, это запрещено, но многие курят и на замечания, например, женщины, они просто никак не реагируют, а продолжают. Ну, а страдают все окружающие. Я думаю, что нужно повесить на всех остановках общественного транспорта знаки о запрещении курения. На заседании также дан старт социальному проекту по инициативе Павла Астахова «Не паркуй ребенка». Уполномоченные при президенте обращают внимание на то, что оставлять несовершеннолетних в машине опасно для здоровья и жизни детей. Известно уже несколько несчастных случаев. Компания запущена во многих регионах страны. Теперь и в Иванове.